Эй, телезритель, ты только послушай. В городе нашем новые уши. Японец Уши Сусуми 10 лет работал в Токио социальным работником. И представьте себе, все бросил и отправился в путешествие своей мечты. Три года назад 36-летний Уши сел на поезд и больше ни на день не останавливался. За это время он посетил 30 стран в Азии, Северной Африке, Скандинавии и Европе. В период странствий он умудрился даже несколько раз влюбиться, но и это не заставило его задержаться в каком-либо городе дольше недели. После Молдовы Уши собирается посетить Румынию, а приехал он к нам из Украины. Я устал от Украины. Находился там около трех месяцев, то есть все лето. Эти большие многонаселенные города утомляют. В Приднестровье я смог отдохнуть от такого большого количества людей. Да и в Кишиневе приветливые открытые люди помогли мне расслабиться. Тут я могу пообщаться без стресса. Он устал общаться с людьми через компьютер. Захотел увидеть мир своими глазами. И у него получилось. Причем без особой затрат. Уши передвигаются автостопом. Не тратятся на походы по музеям и ночуют у местных жителей. В Латвии ему даже довелось гостить у местного актера. При этом Уши не скрывают, что ему не всегда удается найти кровь. И иногда приходится ночевать на улице. Без страха, без проблем, без препятствий путешествовать скучно. И жить скучно. Путешествуя нельзя этого избежать. Но и жизнь человека в мегаполисе включает не меньше беспокойства. Я ничего не планирую на долгое время, потому что планы всегда меняются. На них всегда что-то влияет. Поэтому в большинстве случаев в них просто нет смысла. Я не ищу чего-то конкретного в путешествиях. Мне интересно абсолютно все. Говорят, у стен есть уши. А у японца Уши нет с собой даже фотоаппарата, телефона или ноутбука. Только гитара и хорошее настроение. Мои песни обо всем на свете. Начиная от песен о смысле жизни и кончая веселыми песенками. Самой популярной у слушателей была песенка со словами «Я не хочу есть невкусный рис с приправой карри». Люди любят глупые песенки. Уметь веселиться, на мой взгляд, очень важное качество. И без него жить совсем неинтересно. В отличие от многих странствующих, Уши не воспринимает свое путешествие как некую духовную практику. И даже не ищет лучшее место на Земле. Он просто говорит с миром и слышит его. А на что способны ваши уши? Спасибо!